здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим о здоровом образе жизни мы говорим о нем довольно таки часто словосочетание вернее аббревиатура зож сегодня очень популярны причем у разных слоев населения от самых молодых до самых зрелых и несмотря на то что ситуация с пандемией пока еще 50 на 50 тем не менее никто не мешает людям заниматься спортом на воздухе даже зимой впрочем насколько это возможно и как правильно заниматься например бегом да еще и бегом по пересеченной местности об этом нам расскажет сегодня мария помазуева ультрамарафонец trail runner что в переводе означает набег участник бега по пересеченной местности человек который 113 километров пробежала по пересеченной местности за сколько времени 17 часов за 17 часов ну понятно с небольшими остановками но честно говоря когда видишь на автомобиле на спидометре что куда-то ехать 113 километров то это кажется как долго а бегает как это вообще пробежать 113 километров и какие должны быть ощущения у человека но ощущение у всех разные нужно понимать для чего ты это делаешь зачем тебе это нужно кто-то наслаждается видами кто-то улучшает результаты кто-то проверяет свою выносливость кто-то ставит какие-то определенные свои задачи то есть каждый бегун каждый спортсмен выходит со своими мыслями в голове да он стартует с одними возвращается на финиш уже с другими то есть идет переосмысление каких-то своих ценностей до определенных вещей и бег он доставляет громадное удовольствие то есть ты бежишь тебе тяжело ты где-то прямо страдаешь где-то ты получаешь удовольствие когда-то финиширует в совокупности все эти эмоции выдают вот такой восторг и такое счастье от того что ты это сделал ты это смог и убегаешь от каких-то кто-то убегает кто-то убегает до кому-то комфортно бежать в компании это удобнее это легче кто-то хочет преодолеть это самостоятельно один побыть на едине самим собой да и выяснить для себя какие-то ответы на свои же вопросы то есть бег он не только объединяет людей но и самому человеку дает понять кто он сам для себя такая философия мы сразу есть немного но теперь будем сейчас разбираться по фрагментам что ли почему потому что частенько же мы видим с вами до снег дождь не знаю солнце жара все что угодно и обязательно где-нибудь даже в центре города может бежать какой-то человек причем разного возраста и ты как бы провожаешь его взглядом и думаешь а вот мне бы может быть нужно этим заняться но как-то все времени лет мы сегодня поговорим разделе как бы на две части сейчас сразу первую пройдем это спортивная составляющая потому что все таки когда мы видим спорт больших достижений до когда бегуны какие-то сумасшедшие ноги какие-то сумасшедшие тренировки что-то здесь подспудно нам говорит о каких-то вот химических воздействиях о которых сегодня принято говорить что помогает что не помогает но большую часть конечно же мы посвятим бегу которым можно заняться прямо уже сегодня после программы и в любое время можно бегать в зависимости от организма и то что вы видите здесь это будет рассказ лайфхак как правильно начать бегать что правильно выбрать тут не на ум приходит воспоминания о таком скромном альпинизме и не буду называть специальных магазинов спортивных казалось что там все так правильно красиво написано ты приходишь покупаешь а потом понимаешь что ты в гору не полезешь с этим они не как поэтому как выбрать как правильно начать об этом и поговорим давайте таки о виде спорта я помню что в советское время в конце там особенно 80-х годов даже в середине очень популяризировался бег причем даже в очень зрелом возрасте считалось что бег очень помогает не только так сказать для общего физического состояния но прежде всего для сердца потом стали говорить что кому как вот как вы считаете бег это нормальное состояние человека или все-таки это дополнительная редкая должна быть нагрузки это нормальное состояние человек то человек был рожден того чтобы бегать до они звери если да совсем либо от звери либо за зверями это нам свойственно это нормальное человеческое состояние бег ходьба да и преодоление расстояния просто с тем что мы прогрессируем, наша жизнь становится легче, мы сами ее себе облегчаем. В каких-то моментах бег ушел на задний план, да. И сейчас очень много тоже выходит бегунов, людей, кто хочет стать спортсменами. То есть противоходы идут как бы, да. Да, да, начинается все больше и больше массовость мероприятий, массовость сбора людей в единые группы единомышленников, да. Они собираются, они бегают, они путешествуют, и все это связывает с бегом. Очень многие говорят, если бы не бег, я не посмотрел бы эту часть света, эту часть света, то есть они привязываются к определенным стартам, куда они выезжают и смотрят новые места, и преодолевают дистанции в красивых местах. Я понимаю, вы меня сейчас ведете к тому, я просто, ну, я же бегаю иногда, там, я не знаю, за кем-то или за чем-то, ну, бывают же такие случаи. Слава богу, не от кого-то, да. Вот, и я как-то понимаю, что и в молодость вспоминаю, особо там-то не увидишь достопримечательность, если поставлена задача, и бехалка не работает. Если бежать на результат, да, это другое. Вот эти 100 метров в школе. Если ты бежишь в удовольствие и с определенной целью, да, если ты не профессиональный спортсмен, у которого четкая цель преодолеть дистанцию за определенное время, да, ты бежишь и наслаждаешься бегом, то есть бег должен приносить удовольствие. А те профессиональные спортсмены, которые, как мы видим, да, любители и обыватели, мы видим, что он страдает, на самом деле он получает от этого тоже громадное удовольствие. Он доволен тем, что он здесь отработал, тем, что он получил свой заветный результат, и тем, что он это смог сделать. Еще один вопрос. Вот смотрите, ну, до сих пор спорят, какой спорт номер один у нас, то есть футбол или хоккей, забывая при этом, что зимой, как правило, еще фигурное катание может всех подвинуть, ну, по крайней мере, я думаю, женское, да, население страны, плюс периодический бадминтон, благодаря некоторым веселым комментаторам, и, ну, какой-то вид спорта, в зависимости от того, если мы там хорошо выступаем, да, вот у нас была Олимпиада и так далее. Бег, собственно говоря, тоже на Олимпиаде, мы что-то увидим, мы помним какие-то рекорды, потом мы помним, что некоторые рекорды нивелируются, потому что там допинг начинается и так далее. Но последний такой вопрос. Вот со времен того знаменитого марафонского бега, да, который, собственно говоря, человек выполнял задачу, он прибежал что-то сообщить, то есть он даже не отдыхал и особо не наблюдал за достопримечательностями, ему нужно было быстро прибежать и донести информацию. Вот как сегодня с физической точки зрения бег видоизменился? То есть мы бежим сегодня, по-спортивному, а потом уже будем говорить о любителе. Бежим сегодня быстрее, то есть человеческий организм при желании. Можно настроить на какие-то сумасшедшие результаты? Можно. Это работа не только беговая, это обязательно силовая работа в зале, да, это УФП, это специальные беговые упражнения, это соблюдение режима пищевого, да, соблюдение режима сна, то есть восстановление – это главная часть любой тренировки. Неважно, бег, не бег, да, организм должен восстановиться. Это обязательная часть любой тренировки. То, что сейчас у нас очень много гаджетов, с помощью которых мы отслеживаем состояние, да, там, темп, скорость. То есть что угодно уже, да? Да, то есть мы следим за своим пульсом, мы понимаем, что я бегу сегодня вроде хорошо, смотрю на пульс, а пульс у меня по 200. Понятно, что мне нужно сбавить обороты, либо прекратить тренировку, потому что организм дает сигнал. То есть без этого сейчас современные спортсмены уже не могут. То есть это настолько влилось в их жизнь, и без гаджета очень сложно сейчас уже оценить свою подготовку. Да, мы учимся чувствовать темп, держать темп ровный, да, на определенные дистанции, но нет-нет, мы все равно поглядываем на свои часы. Действительно ли мои ощущения верны? То есть мы все равно сверяемся с определенными гаджетами. Это уже обыденность любого спортсмена. Нововведение уже никуда, даже в спорте. Мария, ну а теперь такой еще вопрос. А вы-то каким образом стали не просто, ну, человеком, который делает утреннюю пробежку и думает, что он делает все правильно, там, 15 минут пробежал и думает, что подвиг совершил? А вы человек, который километры, десятки, даже сотню километров бегает. Вы как пришли к этому? Это какой-то тоже от спорта начиналось? Это от спорта, да. У меня мама была легкая атлетка, а папа был профессиональный сплавец, и мне всегда хотелось бегать. Бегаю я не так быстро, да, у меня нету там классных званий, титулов и так далее, потому что все-таки у каждого человека есть определенный предел. То есть добиться определенных результатов можно усердием, тренировками, что за тобой следит тренер, прописывая тебе программы, и ты идешь к успеху. Но есть те критерии, как мастер спорта, кМС спорта, на одних тренировках недостаточно. То есть человек, вот, он должен родиться вот с тем, что он станет мастером спорта. То есть вот какая-то изюминка должна быть в человеке, что он это сможет сделать. Без усилий, конечно, он это, да, не преодолеет, но не каждый сможет стать мастером спорта, даже если он упорно будет тренироваться. Это все-таки физиология. Я уже как признавался, да, что я не бегун, мне больше нравятся игровые виды спорта, где, может быть, по количеству пробежек, может быть, времени чуть меньше, но тем не менее, если собрать все в единую, то такой хороший получится марафон, ну, мини-марафон, ну, или как футболисты бегают, да, кажется, ну, что там с мячом, туда-сюда, туда-сюда, а на самом деле они набегают очень много. Вот ваш организм, почему полюбил бег? Вам он просто необходим для нормального функционирования? Есть, да, немного, у меня небольшая проблема с сердцем, для прокачки сердца это ходьба, это легкий бег, и при беге, при постоянном беге наше сердце расширяется, оно прокачивается больше. Это не опасно? Нет. Наоборот, кажется, что если сердце надо медленно встать. Нет, ну, если ты следишь за этим, нет, ну, есть показания, когда ты там, сердечник, прям сердечник, у тебя серьезные проблемы, да, это консультация с врачом, легкие прогулки, легкие пробежки, он может допустить. У меня немного физиология другая, да, есть врожденная аномалия, так сказать, которая дает и так дополнительную нагрузку сердцу, но бег я любила всегда, и я к нему подхожу очень аккуратно. И вы себя хорошо чувствуете после бега? После бега, да. Аня. Это не описать словами. Еще такой вопрос. Рост, вес, про возраст мы отдельно поговорим во второй части, когда уже будем рассказывать, с чего начать. Как-то влияют на бег? Ведь потому что, насколько я понимаю, если бы вот сказали, консультация с врачом, кстати, все то, о чем мы говорим, это не значит, что сегодня надо вот прям взять и сейчас побежать. Торопиться не надо, да? Поэтому смысл заключается в следующем, что есть показатели вплоть до крови, до сочетания мышц и, скажем, сала, да, потому что надо же мышцы развивать, можно очень хорошо худеть и бегать неправильно, не с тем пульсом и вредить себе. И вредить себе, безусловно. То есть правильно я понимаю, что вы четко уже свой организм, а, знаете, б, слушаете, и вы, если понимаете, что какие-то происходят, ну, что-то не так, то вы обращаетесь к специалисту. Да, то есть это постоянное прослеживание состояния крови, да, какие элементы у тебя есть, каких нету, и прием даже витаминов, это только по согласованию врача. Все, многие думают, да, ну что там, я попью мультивитамины, потому что мультивитамины, они включают в себя комплекс. А в этом комплексе могут быть те витамины, которые вам не нужны. У вас их и так переизбыток. И вы будете принимать, и это будет усугублять только ваше состояние. Поэтому любое начинание любого вида спорта, даже легкой пробежки с утра, лучше согласовывать с врачом, если вы знаете, что у вас есть какие-то, да, отклонения от здоровья. Легкая пробежка в парке утром, там, 20-30 минут, оно вреда не причинит, да, в легком темпе. Но многие выходят и не знают, как правильно бегать. А главное, главное, это даже полбеды. Если бы прямо все население с удовольствием бегало бы, некоторые не знают, как начать. Как начать. То есть и могли бы, и можно, но не знают, как начать. Но они стесняются и переживают. И вот об этом мы поговорим в следующей части нашей программы. Напомню, что у нас сегодня в гостях Мария Помазуева, ультрамарафонец, трейлранер. Это человек, который бегает по пересеченной местности, а не просто так, да? По горам. По горам, представляете? Вот во второй части для тех особо будет интересна информация, кто, может быть, понимает, что нужно бы заняться бегом, но все как-то не решается. Напоминаю, что это программа «Открытый диалог». Сегодня говорим о здоровом образе жизни, о котором мы говорим часто. Но сегодня речь идет конкретно о беге. Причем не о совсем спортивном таком, да, беге больших достижений, а о обычном человеческом беге, который начинается, может быть, по лестничной площадке, а потом может завершиться бегом по пересеченной местности и по горам, что называется трейлранер. И вот представитель этого самого трейлранер и ультрамарафонец Мария Помазуева нам сегодня расскажет, с чего начать и к чему можно прийти. Мария, во-первых, сначала начнем с возраста. Люди выходят на марафоны и бегут. Понятно, что, как и веломарафоны, там очень много любителей, которые, может быть, пробегут чуть-чуть и в сторону, и в сторону. Но, тем не менее, есть люди, которые даже в возрасте бегут. Поэтому вот кому бы вы порекомендовали, если мы говорим не о профессионалах внимания, а о любителях, с какого по какого возраста? Ну, бег вообще подвластен любому возрасту, да, но бытует такое мнение, что циклические виды спорта для девочек, допустим, до 14 лет как бы не рекомендуется. То есть 14 лет? Это на усмотрение, да, все равно родителей и самого ребенка. То есть если заниматься это профессионально, да, это другие показатели, другие условия и другие цели. Как известно, что спринтерские дистанции, это короткие скоростные дистанции, они имеют короткий возраст. То есть чем моложе, тем лучше. Соответственно, эти 14 не попадают в этот критерий. Все в основном, они как раз и начинают с 10 до 18-19 лет. Они спринтеры, они очень хорошо, быстро бегают короткие дистанции. По возрасту, чем старше человек, тем длиннее дистанция. Все марафонцы где-то после 30 лет считаются выход на марафонскую дистанцию. А почему? Казалось бы, наоборот, хочется покороче. А вот есть молодые, те, кто тоже бегают, да, и ультрадистанции, и марафонские дистанции. Но принято считать, что марафонская дистанция – это возрастная дистанция. И в основном марафонские дистанции и ультрамарафонские, да. Давайте, кстати, напомним, что такое марафонская. Марафонская дистанция – это 42 и 195 метров. Сейчас как бы чуть сократили, ну, как бы переделали 42 и 2 для удобства общения. Все, что до 42 и 2 – это не марафон. Есть полумарафон – 21 километр, 100 метров. Все остальные дистанции корректируются по их номиналам. То есть есть 42 и 2 километра и 200 метров – это марафон. Все, что сверх 42 километров – это ультрамарафон. Ну, хорошо, понятно, что это уже спорт даже для любителей высоких таких. Это преодоление все равно сложно. Начнем говорить сейчас про тех людей, в том числе и про меня, и про всех наших телезрителей, которые хотели бы побежать, но придумывают все время, говоря современным языком, отмазки. Я не знаю, как начать. Да, я не знаю, как начать. Ну, сначала понедельник, потом после праздников. Я буду бежать, на меня будут смотреть. Ну, вот это никогда, кстати, наоборот, не казалось, что… Ну, это, наверное, может быть, как говорят, женская такая версия. Сейчас расскажете все. Да, но смысл в том, что все-таки, пускай из 10 человек, которые об этом думают, один все-таки зацепится и побежит. Вот с чего начать? Ходить надо или с обуви выбор? Начать нужно, самое главное, с головы. Понять, для чего вы хотите начать. Хочу похудеть и хочу увеличивать дистанцию. Хочу похудеть – это не только бег, это тоже нужно понимать. Многие думают, ой, я сейчас побегаю, вот тут 10 кругов вокруг парки. И сброшу. Я похудею. А потом пришел, и всю энергию, которую он затратил, он восполнил вкусняшками. Пельмени. Так это не сработает, да. Для того, чтобы похудеть, бег нужен как один из видов помощи для похудения. Нужно подключать не только кардиобег, нужно подключать силовые и соблюдать баланс в еде. Без этого нельзя. А нужно понимать, для чего ты бежишь. Для себя, для удовольствия, для достижения какого-то результата, для того, чтобы выйти на какой-то старт и преодолеть какую-то дистанцию, которую ты себе нарисовал в голове, в уме. Например, что я хочу 10 километров в первый раз официально пробежать, половинку, марафон и так далее. Либо кто-то хочет бегать и общаться, найти единомышленников. То есть для того, чтобы выйти и начать бегать, нужно понимать, для чего ты это делаешь. И многие новички делают очень много ошибок, и из-за этого получают травмы. Чем больше я бегу, тем лучше. Нет, так не нужно делать. Все постепенно. Поначалу нужно втягиваться постепенно. Ты вышел, нужно сделать обязательно разминку. Руки, ноги, голова, тазобедренные суставы, голеностоп. То есть все нужно сделать через комплекс упражнений. Потом пройтись немного в быстром шаге, чтобы немного размяться. Если никогда не бегали, нужно пробежать минуту, минуту пройти, пробежать минуту. И так 10 повторений. И с интервалом увеличивать постоянно, меньше ходить и больше бегать. Только постепенно, начиная с 3-5 километров. Многие думают, ой, что там 5 километров. На самом деле, многие кто не готовы, и если они уже попали в какое-то беговое сообщество, грубо говоря, где бегут люди, они начинают цепляться за тех. Но я же тоже так могу, я раз сюда пришел. И ему становится плохо, ему становится тяжело, у него на следующий день все болит. Потому что он подошел неправильно к подходу. Почему он вышел бегать? То есть, опять же, торопиться не надо. Не нужно абсолютно. Никто не будет смеяться над бегуном, который пробежал 5 километров за 40 минут. Нет. Это начало пути. Человек может вырасти дальше, лучше. Потому что он будет соблюдать правила подхода к тренировкам. Хорошо. Все постепенно и потихонечку, без особых усилий. Теперь давайте перейдем к приятному. Такой телемагазин у нас будет. Но не в плане продажи, а в плане показа действительно полезности. Вот 4 вида кроссовок и еще что-то. Вещи, да. Давайте расскажем об этом. О кроссовках, смотрите, для любителей всегда нужны кроссовки с поддержкой пятки. Здесь специально просто сделано, да, как бы. И подошва должна быть более плоской, ну, высокой. Потому что, чтобы пятка больше толкалась. Все кроссовки должны сгибаться. То есть, они должны быть мягкие, чтобы не травмировать ногу. Любой кроссовок, когда вы идете бегать, он должен быть на размер полтора больше. Частая ошибка людей, что они покупают размер в размер. Когда бежишь, нога оттекает, нога стучится об носок. На половинку надо, например, если... На размер или полтора размера больше. На размер или полтора. Да, вот я ношу 36,5, у меня кроссовки беговые 30 в охе. Ну, мне труднее будет, у меня 46 размер. Надо искать, да, потому что очень многие, когда совершают ошибку, покупают размер в размер, они набивают себе пальцы, сходят ногти. Вот эти на ультрадистанции, правильные, профессиональные, все равно придешь без ногтей. Это особенность ультрадистанции. Это потом расскажу, если у нас будет время. Для новичков обязательно нужны кроссовки с поддержкой. То есть, когда вы приходите в магазин, вы не выбираете любые кроссовки, ой, мне вот эти понравились, мне будет классно в ней бегать, они мягкие, они удобные. Есть специализированные магазины для бега, если вы действительно хотите им заняться, не навредить себе, не навредить суставам, коленям своим, да, голеностопам, нужно идти в специализированный магазин, где вам подберут обувь, вам дадут ее протестировать, вы пробежите. Там же еще машина, да? Обязательно, да, потому что они все разные, модели разные. То есть, даже у одной фирмы могут быть разная посадка. Это все зависит от модели кроссовок. Ее нужно подбирать индивидуально. От того, что вам посоветовали вот эту фирму, вот эту фирму, вот эту модель, не факт, что она подойдет вам. Это все сугубо индивидуально. И есть специализированные магазины, где люди подбирают, они смотрят вашу пропанацию, они смотрят глина. То есть, обращаемся к профессионалам? Обязательно, обязательно нужно смотреть, потому что следующие кроссовки, они более профессиональные. Давайте повыше чуть-чуть, поймем, чтобы... И для скоростного бега. То есть, у них сразу подошва меньше, они весят легче. Гораздо легче для того, чтобы не было усилений, да, на ноге, как у тяжелителя. Потому что для новичков они более жесткие, более тяжелые. Ну, держат ногу как бы, да, здесь уже легкость должна быть. Здесь уже ноги натренированные, скорость уже растет, они должны быть легкие, они все сгибаются. Понятно. Давайте поговорим об одежде теперь. Смотрите, да, об одежде обязательно сейчас у нас очень рано темнеет, очень многие выходят после работы на пробежку, подниму, может, утром. Обязательно должны быть ретоотражающие элементы на любой одежде, на ваших аксессуарах тоже, если вы одеваете сумочку, чтобы убрать ключи, телефон, везде должно быть. То есть, это даже не только для дороги, но и для людей, которые могут вас неожиданно. Для людей, кто видит дороги, да. Да, то есть, чтобы это все отражалось, и вы не столкнулись, чтобы вас видели, чтобы вы не травмировались. А вот по теплоте, вот сейчас у нас будет там минус 3, потом будет минус 10. Это нужно соблюдать правила многослойности. Вот как, тут очень такой важный момент, да, может быть, чисто профессиональный, да, знаменитая фраза про тех, кто потеет, да. Вот как правильно потеть в данном случае, потому что какая правильная одежда, может быть, утеплитель, хлопок, нехлопок, шерсть. Это все зависит от того, как вы бежите быстро или медленно. Если вы бежите медленно, соответственно, вы одеваетесь чуть теплее. Ну, это вот хлопок или какие-то специальные сейчас есть? Специальные материалы, да. То есть, 100% хлопок не обязательно уже учить делать? Нет, там специальные у них есть водоотводы, здесь пропанансы, здесь, то есть, как бы, оно все дышит. Должно дышать, да, и подбирать ее нужно правильно, даже вот если, на примере, лосин, вот, здесь. Ага, то есть, часть лосин вот очень такие... Под коленями, да. Продуваемые, скажем так. Да, да. Хорошо. Понятно, что о беге можно говорить долго, это только начало, и я так понимаю, что мы, может быть, еще как-нибудь обязательно встретимся, но я не могу задать вам вопрос. Ну, как вот 113 километров, и что такое трейлайнер сегодня? Как много людей этим занимается, тем более, ладно, там профессионалы, которые зарабатывают, условно говоря, какие-то деньги для шоу. Вам, кто-то же, наверное, из последователей, как-то не одна же вы бегаете. Ну, когда ты, да, выходишь на пробежки, ты знакомишься с людьми и слушаешь и видишь, что они делают, я тоже так хочу, я тоже хочу попробовать, а почему бы и нет. Пересеченка привлекает людей очень многим. Это смена рельефа, это сложность трассы, то есть, она не всегда плоская, то есть, это набор высоты, это какие-то броды, это какие-то речки ты переходишь, то есть, ты бежишь по природному ландшафту, это очень красиво и очень сложно. Маленькие, маленькие города. Да, и у них, конечно, экипировка тоже отличается, то есть, это шоссейный бег, это, да, бег по горам, и тут сразу видно, подошва другая. Чтобы ты не скользил, чтобы ты не падал, то есть, чтобы держал. Вот это горный бег, да, протекторы, это для пересеченки. Это нужно для того, чтобы, да, на грязи ты не подскальзываешь, чтобы нога твердо стояла. Ну, хорошо, а вот вы бежите, я прошу прощения, что прерываю времени, а вопросов много. Ну, например, если вы бежите 113 километров, это же гостиница, я так понимаю, или кто-то едет потихонечку, как, знаете, велосипедисты, а за ней, а, тихо-тихо, едет машина. Это дистанция, на которой тоже есть пункты питания, где можно, да, заправить, то есть, у нас есть жилеты специальные, где мы заправляем с собой воду и берем с собой питание, то есть, мы просчитываем. И есть пункты питания от организаторов соревнований, где мы тоже можем восполнить свою питьевую систему, взять, покушать, и там покушать. Можно отдохнуть, то есть, как бы, нет запрета не остановиться ни на ПП, ни во время дистанции, если ты чувствуешь себя плохо, да. Но есть те, кто действительно не останавливается, бегут без остановок. Ну, вы как, получается, вот 113 километров, это 56 туда, 56 обратно? В один круг. Дистанция делается в один круг. А оттуда как? На машине? Стартываешь и финишируешь в одном месте, замыкаешь круг. А. Очень многие организаторы соревнований делают так, да, что старт и финиш в одном месте. Очень удобно, да, очень удобно. Ну, и самое последнее, все-таки, вы же прекрасно понимаете, что масса людей, опять же, возвращаясь к этой, наверное, главной теме, не говоря даже об ультрамарафонцах, вот они не понимают, что, ну, нужно попробовать. Попробовать. Вот действительно, они даже организм помогает. Мы же знаем массу людей, которым вроде бы по показателям нельзя, и то они пытаются как-то там бегать, или скандинавская ходьба, да, и так далее. Вот что нужно такое сказать, чтобы вот, ну, хотя бы через пару деньков этот человек вдруг подумал, ну-ка я попробую, пока в своих кроссовках, потом правильные куплю. Вы ходите, наслаждайтесь бегом, видом, самочувствием, природой, воздухом и окружающими людьми, потому что, когда вы бежите, вы встретите таких же беганутых, как вы, вы объединитесь в единое сообщество и будете дружить. Ну, как говорят в таких случаях, бежим вместе, да? Это Мария Апамазуева, ультрамарафонец, трейлранер, напомню, что это бег по пересеченной местности, по горам фактически, которая пробежала 113 километров по этим самым пересеченным местностям, по горам, которая все знает о любительском беге и наверняка внимательно следит за профессиональным бегом. Вам большое спасибо. Ну, а вы, если все-таки вас немножко зацепила наша история, попробуйте, а потом расскажете нам, как у вас получилось. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова